Друзья, всем привет! Сегодня на обзоре у нас будет вот такой магнитофон советского производства. Называется электроника 302. Тут написано магнитофон электроника 302 тип ОНМ-12У-11. Стоит год, дата выпуска первый месяц 1984 года. Как обычно, я его уже предварительно разобрал, чтобы не затягивать свое и ваше время. Открываем крышку. Что мы здесь видим? Ну, во-первых, сразу бросаются в глаза два вот таких микропереключателя. MP1-1, второй месяц 1983 года. Вот второй стоит. В них есть небольшое количество палладий. Вот именно в таких переключателях. Далее открываем эту плату. И что мы видим здесь? Ну, ничего особо такого уж слишком ценного, конечно, тут нет. Ну, вот транзистор КТ-815-1. Триста пятнадцатый. Кстати, эти вот приемные они содержат по золоту. Девятый месяц 1981 года. До восемьдесят третьего года включительно они содержат. То есть вот эти вот 315-е они сойдут. Тут спрятана одна микросхема. Не вижу какая. Она будет потом открыть. Тут мы видим два транзистора черного цвета. КТ-3102-1. С содержанием по золоту. Вот тут еще один. Триста пятнадцатый. И еще один. Остальное все серебро содержащее. Ну, там в малых количествах. В принципе, не сильно ценный материал. Ну, кое-что немножко есть. Можно с него взять. Сейчас я поставлю на паузу. Все детали приемные сниму и отдельно вам покажу их. Продолжаем видео, друзья. Вот те материалы, которые мне удалось извлечь из магнитофона. Это так называемая крылатая микросхема К174УН. Содержит немного позолоты. транзистор 815А. Также содержит немного позолоты. Если его раскусить, цена ему будет 5 рублей. 5 транзисторов 315А. Все приемные 1981 года. Два микропереключателя MP1-1 с содержанием палладия. Вот второй. О том, как вытаскивать из них контакты, на моем канале есть отдельное видео. Ссылочка будет здесь. Ну и кусок дюралюминия был на этой микросхеме, как охлаждающий элемент. Но самое интересное, друзья, я уже был расстроился. Потом думаю, что-то он тяжелый слишком. Решил вот этот вот, то ли блок питания, то ли не знаю как называется. Решил я его открыть. Что вы думаете, я там обнаружил? Обнаружил я тут две приемные КМ. КМ. Вот. Вот. Аж 90. Одна. Ну и вторая. Аналогичная ей. Так что, вот они где прячутся. Ну и вот тут тоже диод или диодный мост, я так и не понял. Есть два названия. Небольшое содержание золота в нем. Так что, как-то так. На этом обзор закончен. Всем, кому было интересно, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...